что ребят чемпионат ретро командами продолжается у нас сегодня будет интересный матч между Pistons 88 89 и Los Angeles Lakers 97 98 примерно равные команды надеюсь такие же равные соперники окажутся чувствуется школа чья школа будет ли ебург новослипс не не будет ты сам что ты там что с утречка так раненько решился документ уже 10 час а кстати сообщение на стриме отображается нет он постоянно что-то глючит напишите что-нибудь для теста пожалуйста прям сейчас а все вижу отлично все работает а Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Добавил DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Добавил DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok 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 Ах, шалка не попал. Близый был к этому. Кэмпбелл, Кэмпбелл. Очень плохо, почему The Lakers штрафные пробивают. Это, кстати, одна из причин, почему не так успешно я играю, но штрафные очень плохо бьют. Хотя точный тайминг делаешь, но, видимо, процент попадания настолько низок, что они не справляются с этим. Что-то первые два очка Брайанта. Да, только это было хорошо. Привет, ребята, раз что вы сегодня собрались бандой. Даже если они тренируют, они получают успех от последней линии, и они могли бы идти далеко, чтобы они вернуть в него. Вот это... там целая очереда нелепостей какая-то произошла. То один, то другой мяч владел. Ну, наверное, этот фолл в любом случае запланирован он был или нет грамотно, потому что он сорвал по большому счету Быструю атаку. Ну, это стартовый состав постоянно. Очень странный бросок у Брайанта. У молодого именно. тяжело им кидать штрафные современным брайан там легче гораздо у него более понятный бросок что со штрафной а вот брайан тоже подвыдокся нужно было поменять так давайте-ка быстро фиша поставим сюда сюда баре как бы у нас брайан не подвул совсем опять не считают судьи тоже не смешно ой авантюрист ой авантюрист такой такой бросок попал я даже не пытаюсь такие делать обычно никогда не должны они конечно попадать фишерс чекте но степ-бэк-чемпер из кула привет серега Кевин, он действительно чувствует его присутствие здесь в первую очередь. Он был очень эффективен до сих пор. Проверил Фишер. Проверил его. И шутка падает, шутка шутка. И чуть-чуть, нет шутки, но, к сожалению, не смог удержать в руках. Проверил Эдвардс. Семь секунд, шутка шутка. Томас с бомбой. Джонс, коверил. Ну, правильно держит мяч до конца. И Томас, вот мы. Это связь с бомбой. Томас, коверил. Томас, коверил. Томас, не застилет, но за салатым скринсетом на внутрь, Пробитие штрафных. Вообще невозможно побивать штрафные нормально. Этой командой. А еще и с пингом. Представляете, 0 из 2. Нет, не засчитают. Опоздал. Субтитры. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Джонс вообще сегодня просто машина Позабить ее сверху Дать его так вот Попадет Но он очень сильно проседает в краске Блохо держит краску Субтитры сделал DimaTorzok 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 Нормальный тайм-аут Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok 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 Субтитры сделал DimaTorzok 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 Ух ты! Шакта! Опять фалили. Видели на нём? Прям повисли на шаке. Всё равно не стиснули штрафной. Обалдеть! Авантюрист. Через шаги ланила. Такой клоп забил. Это настоящий баскетбол, который мы видим. Оу! В Джониле. И это будет для Лейкерс, как это происходит. Лейкерс вернули в пользу. Родман, который проверил для Детройт. Шакт фишит на Коби. Вот Джонс. Из около 16. И он спешит прямо через него. Джонс у него 8 в портах. Отлично, отлично. Бокс-аут был. Бокс-аут был. В принципе, я никуда не тороплюсь. Джумарс против Брайанта. Ох, Брайант, хорстовщик, а? Всех уработал. Брайант получил 19 вольт. Я думаю, что это игра, которые должны чувствовать себя хорошо. Когда мы перейдем через последние моменты. И, видимо, это будет сильная победа для Лейкерс. Ты в порядке, Стивен. Один участок, который выступает. Но мы видели сегодня от них. Бокс-аут ваша упражненность. И получать Стива в силу. И вы действительно чувствуете себя. Брайант. 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 Нужно не считать, что это означало для этого команды. Он помогает их причине с его переговором, и это действительно дает его команду хорошую грудь. Для Пистона, Доккинс вверх для Лейнбер, Сэлли Кунзин вверх для Джо Дюмарс, и Джонсон вверх для Томас. Я уверен, что вы бы хотели бы уничтожить всех их на страйп, но это будет хорошо, но они идут в первую очередь. Я не уверен, что он думал об этом, это странно. Кто знает, может быть, он просто хотел бы уничтожить за минуту. Посмотрим, кто сейчас вверх для Лейкерс. Блант, он вверх для Шетта, Миллер вверх для Джо Дюмарс. И Смит вверх для Грайнер. И Джон Шеллер, Спайдер, смирает революцию. Видимо, денег не хватало на нормальных игроков. Ха-ха-ха! Ха-ха-ха! Такое уже, ребят, считаем второй раз. Второй курсарбе. Ха-ха-ха! Помните, в прошлый раз так же было? А там еще дальше было. Ха-ха-ха! 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 Ну, можно в игре падать, если знать как. Это что за днище? Ну, вот у меня такая сейчас появилась тема. Люблю кидать со своей половины поля площадки, правильно сказать? Угарно вообще. Странно, что зрители, конечно, как-то так прохладно отреагировали на... Такую тему... Может, он там что-то мне в ВКонтакте пишет? Ну, видимо, да. Подождите, я не понял, а что... Почему интересно, спрашивают, вторую будем ли играть? О, видимо, там правила поменяли. Сейчас проверим. Ух... Ха-хахахах. Продолжение следует... 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 А, все понял я, в чем прикол... Все, поехали... Просто две игры надо играть, а там по счету определяется. Видите, у него Айзия Томас 90 и Думарс 88 левел оверал. Блин, надо было мне, наверное, все-таки брать Айзия Томаса в старт, в свою команду. Слишком хорош вообще. Но я имею ввиду в Май Тим. Просто бомба. Продолжение следует... Ну, надо сказать, что мы вообще-то до самого конца первой игры шли вполне ровно. Так что, возможно, сейчас будет интрига какая-то серьезная. Продолжение следует... 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 Время для игрок Открылся, что пистоны смогли удержать хозяйство здесь Рисковый путь там Они счастливы удержать хозяйство в этом году Агуайр Вот Ламбир Ламбир, молодец Ламбир, кстати, хороший баскетболист был Ничего не скажешь Баттленность за вторую очередь О'Нил 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 Ошла 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 Убил, что ты не знаешь Ошла 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 Думарз Причем Взор Думарз В правой линии Клок Ошла Ламбир Ошла 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 это как-то вообще хорошее оказывается, что я не ожидал от него, что он такой хороший парень. Может Джонса купить сейчас после игры? Не уверен, конечно, что корочка Джонса существует, но вдруг есть. Я все опять для тех, кто не в теме, про Майкин говорю, про свою команду. Старых Перцев. Махиш там очень хорошо открылся. Да вы посмотрите, что делает. Чудом просто не забил сам мяч. Коби хорошо обманул защитника, провалил его. Очень много было места для результативного броска. Ну кидай. А вот это опасно. Магуайер проходит к Д'Томасу. Вот Ламбир. Шот не добрый. И Лейкеры берут его другую сторону. Вот Фишер. Ребят по Ламбиру. Первый бросок так хорошо зашел. Второй ни в какую вообще, даже близко не попал. Интересно получился атака. Он навешивал. Навес не получился, но зато получился результативный паз, за счет того, что защитник как бы провалился, накрывая этот мяч. Коби доволен результатом. Слышите, там зарубежные комментаторы. Вы говорите, чувствуете это? Да, конечно, говорят, это чувствуют. Все это чувствуют. Все здание это чувствует. Ну, видимо, там какие-то вибрации от щита или от кольца. А может быть, просто очень, так скажем, условно они это говорят. Метафоры, скажем так. Но, ох ты, красавчик. Томаса. Его вообще невозможно, он все забивает. Если там хотя бы шанс есть, он забьет этот мяч. Лайан пасет к Кэмпбелу. Фирает три. И это хорошо. 7 пунктов для Коби Брайанта. Есть возможность, что он может иметь большую игру, если они не дмяты более крепче на периметре. Второй шот, возможно. Эдвардс не может ударить. Это был хороший сбор, но... Ох, а это было плохо. Но я согласен, что пас нельзя было отдавать в этой ситуации. Во-первых, слишком близко игроки были уже к кольцу. А тот, кто отдавал пас, он, можно сказать, задницей уже повернулся и как-то вне позиции паса был. Назовем это так. Внутри Томаса. Родман кикает к Джонсона. 6-7. Родманом мало как-то играет. Интересно было посмотреть, что Родман умел в тех лет. Коби сегодня тащит тоже. Я сейчас подумал, что надо вот сюда фиша поставить, а Коби поменять уже. Вот так вот. О, зря он не атаковал под кольцом. Ой, зря. Ну, Онил опять фалили. Там очень-очень четкий был фолк. Видели, там Ори шел и, как бы так сказать, хорохорился. Но, в итоге, право флили, ты просто в чистую атаковал соперника. Сейчас вот, Онил тоже что-то пытается там показывать. Ладно, мяч далеко улетел. Ага. Я умудрился все-таки сфалить. Не будем торопиться. Не будем торопиться. Ленбирс чекнул вверх для Детройта. Агвайр вверх для Джоксон. И Лейкеры тоже сделают смешку. Фишерс чекнул. Онил. Онил. Как он так умудряется промахиваться? Думарш кикнул Ленбир. Столан был отбит. Онил подходит к Детройта. Перед. Ух ты, подборней наш. Это Родман был? Вот видите Родман, то что он оказывается вместо кольцом. Не только подбирать, но и забивать очень сложные мячи. Надо однозначно на него играть. В то время это был далеко не такой Родман, который был потом в Bulls. Он всегда скатерен после противоположного сбора. Он знает, как это работать. И Пистоны сделают изменение. Махорн подбирает. Ух ты! Родман фалит. Кстати, Родмана, мне кажется, неплохо сделали. Идеальный тайминг броска, но Амил известен своим низким рейтингом пробития, что Трофных очень плохо кидают. Какого года составы? 1997 года Лейкерс и 1988 года Детройт. Так, мы должны попробовать стартовый состав лепить. Мне кажется, Амилу надо однозначно поменять. Кори, в принципе, тоже. А вот Барри. Ну-ка, давай-ка посмотрим, что там у нас с нашим Фишем. Ну, давайте Фиша. Фиша, 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 Фиша. Я даже не знаю. Вот сюда Барри попробуем поставить, а он встанет вообще. Да, встал нормально. Парень, кстати, еще играет комбинации в нападении. Я в нападении обычно никогда комбинации не играю. А он играет. Чего, Буллс 96 не играешь? Эту команду забанили в турнире. Потому что она слишком сильна. По мнению организаторов, на мой взгляд, нет. Но организаторы считают, что это имбаланс, поэтому... Они запретили брать. Барри. Барри из глубины. Это хорошо. Барри получил 5. Барри. Единственный паск, который встан в пакет. Встан в пакет. Встан в пакет. Для хороших ассистов. Отвечения сегодня. Да, я, если честно, даже не уверен, что, если бы можно было, я бы взял именно... Буллс 96-го года. Не знаю, у меня вообще была мысль взять Бостон в свои лучшие годы. Но один человек, вроде бы неплохой, очень сильно просил не брать эту команду. Я ее не стал брать. А в итоге получилось, что взял совершенно другой человек эту команду. Не знаю, по каким причинам я не стал разбираться. Ну, скажем так, я немножко даже расстроился и проиграл Бостону. У меня очень нравится команда. И они не пропустят шансы, когда они получат. Я имею в виду, что они не пропустят. Я имею в виду, что они не пропустят. Брик Махорн. Брик Махорн. Брик Махорн. Махорн. Брик Махорн,怎麼-то. Вауу. Ноау. Там не было чарджи, серьезно. Очень странная² из исток от орбитеров. Вот, это крючок, совсем неудая язык. Надо же, почти попал. Хьюстон 90-х, да, мне тоже очень нравится Хьюстон 90-х. Вообще, в то время было много замечательных игроков и команд. Не то, что ныне. Ныне уже баскетбол не тот. Коммерция. Деньги. Все остальное вторично. Когда люди играли из идеологических соображений, из любви к баскетболу. Чего только пример современным Лейкерс стоит, когда... Два самых дорогих игрока сидят весь сезон на лавке. Это вообще позор для баскетбола, я считаю. Хорошо кидает штрафные теперь. Деньги. Баланс. Быстрый. Вот здесь Берли, 5 пунктов в матче. Вот Джонс. И джонс. И джонс. Идея еще другой. Баланс. Блин, они сейчас поедут очень криспо. Они точно так же. Это три структуры, которые пришли из ассистов. Агвайр, не хорошо. И это только первые три шкафа в третьем квартале. Здесь в третьем квартале около минуты игроков. О'Нил лезет Джонс. Обидная потеря. Ух ты, хорошо-то как. Не дали возможность забить сверху. Важный мяч. Ну, в психологическом плане важный, конечно. Ни в каком-либо другом. Оставляться, пытаются. Ух ты. 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 Вот Роддман. Он поднимался в Лос-Анджелесе. Берри получил 6 rebounds в игре. Но 8 rebounds преимущества, как у них сейчас, всегда будет стрелять в направлении этого команды. И это, конечно, было так, сегодня. У них rebounds... Который, Шакил. На правой стороне. Фишер не может ударить. Он, конечно, не принимал преимущества, но они не могут считать его, чтобы продолжить потерять. Нет, это точно. Потому что этот парень слишком хорошим, чтобы потерять этот вид консистентно. Теперь, вот Томас. 9 points в игре до сих пор. Да что ты будешь делать-то? Ну как-то? Как такое вообще возможно? Да что ж такое-то, а? Томас, блин, угомонись же. Что ты делаешь? Нет, это занимает силу и креативность, Стив. Особенно на релизе, чтобы убрать, чтобы он не получил... Чё-то первый тайм-аут беру за всю игру. На, надо отдохнуть. Хотя, чё-то отдыхать не понятно. Выставлю свой лучший состав. Ну теперь можно стартовый состав опускать. Субтитры сделал DimaTorzok Фиш не попадает, легкий бросок на самом деле Молодец, хорошо перехватил Джонсон пошел бросок Давайте не будем торопиться Будем наверняка разыгрывать каждую комбинацию Что-то он завелся немножко Давайте возвращать игру Почти попал Надо же, я четко стоял Я прям заранее зафиксировал свое положение на площадке А мне свистнули фол Странно, обычный чарльз сидит вообще в глупых моментах А тут даже в реальном не свистнули Субтитры сделал DimaTorzok Думарс, the pass to Aguirre Down to five on the shot clock Думарс Кикса Ламбир Субтитры сделал DimaTorzok Которую создаю сейчас Будет интересно Особенно для тех, кто любит старый баскетбол Потому что у меня команда StarPercs называется Смотрите, что Думарс творит Я идеально, чем просто образом защищался против него На подстраховку Анилом подбежал Все равно пробивает Слушайте, ну... А это теперь Думарс, даже не Айзи, а Томас У них что, два имбалансных парня, что ли, теперь в команде? Диппин, Родман, Джордан? Нет, этих ребят я не буду ставить Ни Джордана, ни Брайанта Моей команде не будет Только потому, что они во всех командах есть Высокого уровня И я не хочу, чтобы у меня команда была такая же, как у всех топовых игроков Хочу другими игроками выиграть И чё бы он попал этот? И чё бы он попал этот? Ну, Айверсона, у меня вообще разыгрывающие уже стоят То есть у меня Стоктон Стоктон и Тим Хардуэй Очень даже хорошо в команду вошли Я ими очень доволен Поэтому сейчас о разыгрывающих речи не идет вообще Эти вакансии закрыты Глупый пас А что у нас будет? Бросок опять какой-нибудь эпичный Середины поля Нет, не попадает Мне же нужно забить еще один бросок Какой-нибудь середины площадки Вот это нормально было А, Андрей, хорошо А, Аонса Моннинг, да, у меня есть Да, Аонса есть Пэриш есть О, Джонса сфалил как жестко Деннис Родман, чё-то не... А, это кто? Это же не Родман Оукинс какой-то Ну, давайте-ка Онила, Онила ломают вообще как Родман причем Да, да, Молкин 90-е это был, мне кажется Золотая аэра баскетбола, которая уже никогда не повторится Ох, ребят, сколько народу пришло, приветствуем И я имею в виду, что вы были в последние годы И сейчас, когда это закончилось Они наконец-то решили Встречать, что вы встали Встречать, что вы думаете? Джонс, лучший Джон Илл И я согласен с тобой. Ну что, поехали. Я вам сейчас покажу свою команду, мечты. Поехали.